Владимир Александрович Хвалов Дорогие друзья, все кто смотрит нас на канале ТБН и канал Вера24 Спасибо вам, что вы считаете важным быть вместе с церковью Жатва в это утро Сегодня у нас проповедует епископ, помазанный Божий человек Владимир Александрович Хвалов Давайте мы его все вместе поприветствуем Аллилуйя Приветствую всех Привет из Ростова на Дону Приветствуем всех, кто смотрит нас в прямом эфире и по телеканалам И тем более это больше меня вдохновляет Потому что сегодня я хочу сказать очень-очень-очень, я так полагаю, актуальное слово И мы сразу начнем Я попрошу, чтобы вы были внимательны И то, что что-то Господь через меня вам скажет Пожалуйста, положите это в свое сердце глубоко Наметьте что-то, что будет вас благословлять Проповедь моя в сегодняшний воскресный день называется Скажи только слово Помните, откуда это? Восьмая глава Матфея Восьмой стих Сотник же, отвечая, сказал Господи Я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой Но скажи только слово И выздоровит слуга мой Вот такой момент Который сильно удивил нашего Господа Он сказал Да, не надо, чтобы ты приходил Я вот чувствую, что я не достоин, чтобы ты вошел под кровь моего дома Но достаточно, чтобы ты сказал слово Что удивило Христа Его удивило то, что вот этот язычник Он верил в силу сказанного слова Мы сегодня посмотрим Насколько это важно и не важно Сегодняшний основной посыл и месседж Тебе и мне Какое слово ты говоришь? Что за слово выходит из твоих уст? И вообще, как ты к этому относишься? Потому что пустых слов, бессильных слов Слов, которые могут ранить, унизить, оскорбить Сегодня очень много говорится Но вот удивительно то, что Бог как-то по-особенному к этому относится Давайте мы сейчас немножко пойдем в Ветхий Завет И рассмотрим одну ситуацию, которая мне всегда потрясала Вот сколько я читаю Библию, когда я дохожу до этих переживаний Это написано в двух книгах Пятикнижья Моисеева И там есть книга числа И книга исход И вы помните, если мы возьмем Я не буду сильно на этом останавливаться Но вот давайте мы из этого двойного переживания Моисея Извлечем один важный момент Я его сразу обозначу Это как Бог относится к тому, что ты говоришь 17 глава исход И сказал Господь Моисею Это с 5 стиха Пройди перед народом и возьми с собою Некоторых из старейшин Израилевых Жезл твой Которым ты ударил по воде Помните, когда море раступилось Возьми в руки твои и пойди И вот я стану перед тобой там на скале В Хариве И ты ударишь в скалу И пойдет из нее вода И будут пить народ и скот Вот такое вот первое такое переживание Первый такой удивительный сверхъестественный момент В жизни Моисея Для него это был очередной сверхъестественный момент Потому что он с этим жезлом Получил откровение в отношении этого жезла И он с ним постоянно ходил Он сопровождал Он был как бы символом знамений Божьей силы И когда они там змей творили этим жезлом И воду в кровь превращали И много-много других чудес Когда Бог судил богов Египта И вот пришло время Господь говорит, сделай еще такое И вот в этой практике для Моисея Было что-то уже традиционное, обычное А вот тут другая ситуация И из книги Исход Вернее Числа Это уже 20-я глава Между Исходом и Числами Есть книга Левит Помните, где Господь давал определенные В Синайской пустыне предписания В отношении служения, заветов, жертвам И многое другое И вот смотрите, 20-я глава Я хочу, чтобы вы были внимательны Возьми жезл и собери общество И ситуация была очень одинакова И там народу нечего было пить И был большой ропот Ропот вообще-то тоже из уст исходит Заметили, да? Вы заметили, что всякий раз Когда вышли евреи из Египта Каждый раз, когда у них была трудность Они начинали роптать Как-нибудь обращали на это внимание? У них как-то вот эти все знаки Которые происходили сверхъестественные Они не... Это все не производило в них веру И вот очередной раз воды нету Вместо того, чтобы Моисей, давай что-то сделай Поговори с Господом Мы верим, что вы можете это сделать А не опять роптать И этот ропот был очень серьезный И вот Бог так же говорит Ну знаете, тут происходит Радикальное отличие во втором моменте Он говорит Скажи скале Скажи скале Очень важно И в конце здесь И сказал Господь Моисею Рону За то, что вы не поверили мне Чтобы явить святость мою Предотчами сынов Израилев Не введете вы народ сей В землю, которую я даю ему То есть Израилю Вот такие вот потрясающие последствия Почему? Потому что Моисей опять ударил Дважды в скалу И вода потекла Потекло много воды Но Господь говорит Вы мне не поверили Я вам скажу, дорогие Приходит время Обратить Большое внимание В твоей личной жизни На то, что ты говоришь И как ты говоришь Скажите аминь на это Вот просто В какое-то время Мне Господь потряс этим Какое слово ты говоришь? Потому что Есть один потрясающий закон Он написан В притчах В 18 главе Помните Смерть и жизнь Во власти языка Это 18 глава Притч 22 Второй стих Я смотрю вас Любят говорить текст И любящие его Вкусят От плодов Его Вы как-нибудь обращали? Мы обычно первую часть говорим Жизнь и смерть Во власти языка Наверное, все вы знаете Этот стих Жизнь И смерть То есть Что ты говоришь? Слова жизни Или слова смерти Ты что-то говоришь Пустые слова Это тоже слова Не жизни Пустые слова Слова Производящие Смехотворство Праздные слова Бессмысленные слова Они не несут жизнь Есть нечто Что делает И дает Нашим словам Жизнь И бесы Трепещут От этих слов И сотни Говорит Скажи только слово И выздоровит Слугам И мы видим Другие моменты О которых сейчас Может быть Будем упоминать Но вот это Основная мысль Чтобы когда мы Закончим Когда мы сегодня Помолимся Ты примерно Представлял Или понимал Или обратил Внимание А что я говорю Там где работаю В моей семье Что я говорю Жене или мужу Что я говорю Своим детям Что я говорю В церкви Что Что вообще Несут Мои слова И это Для нас Очень важно Помните Матфея 729 Он Ибо он Учил их Как власть Имеющий А не как Книжники И фарисеи Еще один момент Иоанна 7 глава Просто хочу Напомнить Настроить тебя На какие-то Определенные Понимания Этой Глубины 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 Того Что Что Сегодня Господь Говорит Нам Когда-то Люди Из Синодриона Послали Чтобы Привели Служителей Иисуса Ну как-то Разобраться С ним Это вот Описано В 7 главе Евангелия От Иоанна 45-46 стих Итак Служители Вернулись Первосвященникам И фарисеям И сказали им Для чего Вы не привели Его 46 стих Служители Ответили Никогда Человек Не говорил Так Как Этот Человек Они пришли Чтобы его Взять И привезти Туда В совет Но когда Они стали Его слушать Они забыли Зачем Пришли И когда Они пришли Обратно Тебе говорят А чего Вы его Не привели А тебе говорят Да вообще Мы Мы когда Его слушали Вот То что Они заявили Никакой Человек Не говорил Так Как этот Он Он говорил Как власть Имеющий Давайте скажем Власть Имеющий Очень важно Вот так Такие слова Говорил Христос Множество Примеров Из Библии Мы можем Привести Из Евангелия Когда он Просто сказал Буря умолкни Перестань Когда он Сказал Смоковнице И она Засохла И он Говорит Христос Ученикам Если у вас Будет вера И вы Скажете Обратите Внимание Не Не помолитесь Не Воззовете Ко мне А скажете Горе Встань Ввергнись Море Я на вас Послушаю Здесь Речь идет О том Что Христос Говорит Послушай Сын мой Дочка моя Если Ты будешь Со мной В одном Духе И будешь Говорить Так как Я Говорю Имея Помазание То Будут Происходить События Можно Быть Эхом Чем-то Можно Быть Попугаем За кем-то Что-то Повторять Мы Иногда Берем Чужую Молитву Вы Когда-нибудь Молитву Франциска Осинского Читали Потрясающе Вот я Помню Наверное Я когда Прочитал Первый раз Еще в юности Своей Духовной И я Она Она меня так Потрясла Своей Вот этой Глубиной Широтой Долготой И я думаю Ву Как здорово Я как-то Даже Выучил Ее Наизусть Потом Специально Забыл Потому что Вдруг Понял Что это Не моя Молитва Прекрасная Молитва Но не Моя Прекрасная Проповедь Я когда Ехал В Ростов У меня Был учитель Ну вот Просто Борис Георгиевич Исупов Я Ну Я благодарен Богу Что у моей жизни Были такие люди У которых я учился И жить И проповедовать И всему Другому И я взял Ящик его Проповедей Кассеты Знаете Такие были И думаю Ну вот Буду Как бы Его проповедь Проповедовать Господь Красный свет Зажег И сказал Ты будешь Проповедовать То Что я тебе Буду Говорить В этой Церкви И так У меня Где-то И стоит В подвале Этот ящик Ни одной Проповеди Оттуда Не сказал Поэтому Ты Можешь Быть Чем-то Эхом Ты Можешь Повторять И Возможно Ты Будешь иметь Такую веру Что это Как-то Сработает Но Вопрос в том Какое Слово Ты будешь Говорить И кто Будет Стоять За этим Словом И кто Будет Вдохновлять Это слово И как Ты будешь Осмысливать Это слово Как ты Будешь Беречь Свои Уста От Ненужного И практиковать Свою Речистость В том Нужном Русле Чтобы Исходила Благодать Чтобы Слово Твое Было Приправлено Благодатью А вот Я сейчас Говорю А ты Задавай себе Вопросы Как Вот у меня С моим Языком Необрезанным Или Обрезанным А вот Смотрите Смотрите Павел Говорит Это Такой Верный Раб Иисуса Христа Мне так Нравится Когда он Очухался Пришел В себя Помните На пути В Дамас Когда сиял Его свет Превосходящий Солнечное Сияние И он там Вообще Всего Лишился И Иисус Говорит Ты кто Господи Он спрашивает Он говорит Я Иисус Которого Ты гонишь Трудно И тебе Идти против Вражна И тут же Павел Сразу Что повелишь Мне делать Только Пришел В себя И сразу Понял Лучше Не идти Против Этого А вот Что ты Повелишь Мне делать И вот Он говорит Послушайте И слово Мое Это Первое Коринфянам Вторая Глава Четвертый И пятый Стих И Слово Мое И проповедь Моя Ведь он Отделяет Слово Которое Он Говорит И проповедь Которую Он Говорит То есть Слово В поседневной Жизни Слово Учительства Мы Иногда Говорим Уча Кого-то Но мы Больше Слов Говорим В своих Отношениях С ближними А представьте Слово Которое Вырвалось Из ваших Уст Потому что От избытка Сердца Говорят Уста Слово Которое Наполнено Гневом Раздражением Несогласием Когда Внутренний Дух У такой Гордости Самолюбования Начинает Говорить Это Всегда Выше Всех Это Всегда Кого-то Унижает Кого-то Обижает Кого-то Оскорбляет Это Слово За Каждое Слово Господь Говорит Придется Отвечать За Каждое Праздное Слово А если Это Не Праздное Слово Ты Будешь Получать За Это Награду Если Это Слово Жизни И Вот Павел Говорит Слово Мое Проповедь Моя Не в Убедительных Словах Человеческой Мудрости Но В Явлении Духа И силы Чтобы Вера Ваша Утверждалась Не на Мудрости Человеческой Но на Силе Божьей Если Если Вы Внимательно Будете Читать Больших Пророков Исайю Иремию Иезекииля То Там Просто Красной Линией Проходит Такой Глубокий Упрек Людям Которым Бог Доверил Слово И Он Рассчитывал Что Они Будут Говорить Его Слово Вот Смотрите Я Просто Один Стих Только Прочитаю Пойдем Дальше Здесь Здесь Говорится Это Иеремия 23 Глава Один Только Фрагмент Один Момент Потому Вот Я На Пророков Говорит Господь Которые Крадут Слово Мое Друг У Друга Только Подумайте Своего Слова Нет Бог Молчит В их Жизне Но Кто-то Говорит Слово И люди Крадут Это Слово Чтобы Статус Свой Поддержать Чтобы Имидж Был Я Говорю Как Будто Божье Слово Дальше И вот Я На Пророков Говорит Господь Которые действуют Своим Языком А Говорят Он Сказал Вот Я На Пророков Ложных Снов Говорит Господь Которые Рассказывают Их И вводят Народ Мой В заблуждение Своими Обманами И обольщением Когда Тогда Как Я Не посылал Их И не Повелевал Им Они Никакой Пользы Не принесут Народу Сему Говорит Господь Тут Вообще Речь идет О том Что Господь Говорит Я Не посылал Их Я Не говорил Им Слово Они Просто Придумывают Они Рассказывают Свои Сны И Выдают Их Помните В другом месте Он говорит Если Ты видел Сон То Говори Его Как Сон Если Тебе Что-то Кажется То Говори Мне Так Кажется Или Я Так Думаю Я Помню Когда Приехал Краснодар И через Несколько Лет Служения Церковь Тогда Было Человек Пятьсот И Заметил Что В церкви Есть Люди Которые Говорят Так Говорит Господь Смотрю Один Так Говорит Другой Так Говорит От Первого Лица Господь Ну Я Что Сделал Я Собрал Всех Которые Претендуют На То Что Они От Имени Господа Говорят И Целый Год Мы Проводили Пророческую Школу Я Их Просто Собирал Их Было Может Человек 20-30 Ну И Такие Вольные Слушатели Приходили Которые Не Претендовали На То Что Они Пророки Но Очень Готовы Были Пророчества И В Мера О Принципах Пророчества Ну Школа Такая У нас Раз В Неделю Мы Собирались По Средам И Два Часа Мы Занимались Этим Вопросом Молились Я им Задание Давал И Какую Нибудь Нужду Которую Не Объявлял Говорю Ну Вот Если Вы Пророки У Песятника Вы Должны Понимать Что Бог Вам Сказал Я Вам Нужду Не Называю В общем Отшибло У них Это Желание Но Зато Они Говорили Я Так Думаю Мне Так Кажется Я Так Думаю Что За Этим Словом Стоит Господь Но Никто Не Говорил От Первого Лица А Когда Уже Что То И Происходило Настоящее И Когда Кто То Говорил Так Говорит Господь То Это Действительно Был Господь И Мы Тогда С Благодарностью Что в церкви Очень важно Очень важно В современной Церкви Сегодняшнего Дня Церкви Этого Времени Звучало Сильное Божье Пророческое Слово В начале Года Господь Дал мне Он мне обычно Дает Направление Какое-то Или слово На год И я говорю Это церкви И вот В этом году Это не было Пророческое Слово Это была Пророческая Нужда И Господь Сказал Вот Молитесь Чтобы В этой Церкви Чтобы В церкви Христа Спасителя В Ростове На Дону Люди Исцелялись От Физических Проблем Чтобы У вас Было Нормально Не просто Там у кого-то Был Насморк И прошел А чтобы Раковые Опухоли Опухоли Уходили Чтобы Люди Начинали Видеть Слышать Молитесь Об этом Я хочу Вас Благословлять Этим Помазанием Второе Чтобы Молитесь Опять Чтобы В вашей Церкви Грешники Каялись И причем Полтора Полтора Месяца Воздвигал Воздвигал Обратить Внимание Знаете На Что Что Делает Наше Слово Бессильным Я даже Заметил Что Некоторые Люди Вот Сейчас Будьте Внимательны Ну 5-10 Минут Особенно Внимательны Я заметил Что Некоторые Люди Привыкают Что В их Жизни Слово Стало Бессильным Они Просто Вот Могут Излагать Букву Дух Животворит Да Так Слово Говорит А Буква Убивает Буква Просто Слово Вот Само Слово Даже Если Это Библейское Слово Это Правильное Слово Молитвенное Слово Если В этом Слове Нету Силы Присутствия Святого Духа Это Просто Обычное Слово Иногда Даже Очень Красивое Но Оно Не Созидает Оно Несет Не Несет В себя В себе Последствия Вот Я Верю Всем Сердцем Что Слово Которое Я Сегодня Здесь На этом Месте Говорю Оно Имеет Силу Воздействия На Вас И ты Не Уйдешь Отсюда Не Получив Вот Какую Божью Прививку Или Божье Прикосновение Ты Уже Ты Уже Не Будешь Вот Просто Так Отмахиваться Что То Будет Происходить Там Мне Что 37 Секунд Осталось А Послушайте Сейчас Очень Важный Момент Вот Вот Привык Ты Привык Что Жена Не Очень Сильно Реагирует На Твое Слово Вот Ты Говоришь Ей Слово Она Улыбается Потому Что 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 Не Стоит За Этим Словом Продолжение следует